Итак, последний раз, когда я говорил слово, никого не было, был пустой зал, сегодня побольше. Слава Господу за это. Тема моей была тогда проповеди Ахан, что мы закапываем у себя в палатках. Интересно, вот бывает в христианской жизни, вот думаешь, вот некоторые проповеди ты готовишься и думаешь, вот это классная проповедь, вот это хорошие глубокие мысли, вот это должно коснуться людей. И ты говоришь эту проповедь, люди тебя на нас смотрят так, как вот, ну, окей. Не, ну, просто ты не видишь никакого ответа, ты не видишь, что это их касается. Кстати, вы думаете, что мы проповедники не видим, кто с вас разговаривает, когда мы проповедуем, кто с вас уходит, приходит, а мы все видим. И вот вы можете нас вдохновлять и слушать и молиться за нас, или можете для галочки сидеть здесь, правильно? И вот ты смотришь по реакции людей, ты видишь, когда Дух Святой касается, и когда люди просто, ну, не касается их. Ну, бывает, готовишь проповедь просто так вот, у тебя на сердце эта тема, ты об этом думаешь. И ты говоришь эту проповедь, и ты думаешь, ну, ничего особого в этой проповеди, ну, окей, как другие проповеди. Но люди тебе пишут, подходят, говорят, говорят, это очень семья коснулась, эта проповедь. И ты, бываешь, не всегда можешь предугадать и увидеть, как Дух Святой будет работать через проповедь. И вот интересно, моя последняя проповедь, я не думал, что она вызовет, сколько реакций. То есть люди мне писали, люди со мной говорили, что эта тема нужна, и, пожалуйста, продолжай об этой теме говорить. Я не ожидал так, но я вижу, что Господь так ведет этим путем. И я решил продолжать вот эту тему, которую я начал в то воскресенье. И сегодня я хочу говорить о проповеди на тему о том, что каждый из нас проходит в нашей жизни. Каждый человек, который здесь сидит, вы все проходите через это. Потому что так Библия говорит. Everyone. Все-все-все проходят через это. Тема моей сегодня проповеди – как победить искушение. Как победить искушение. Давайте мы с вами встанем, выслушаем стоя стихи Священного Писания. Я хочу прочитать контекст Писания, которым сегодня я буду проповедить. Главный стих. Мой главный стих, который я буду сегодня проповедить – это 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Это главный стих, который сегодня я буду проповедовать. Но я хочу прочитать контекст этого стиха, потому что очень часто мы читаем этот стих, но мы не читаем весь контекст. И контекст можно начать с 9 главы, 25 стих. 9 глава, 25 стих. «Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея, в облако и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовно последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолоплоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел, есть и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков». И вот здесь главное. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть? Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушенным в сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Присаживайтесь, братья и сестры. Итак, не имеет значения, какого ты возраста сегодня, все проходят через искушение. Это не я говорю, это Библия говорит. Все искушения являются частью христианской жизни. «Ты не можешь жить на этой земле, не проходя искушение». Если ты не искушаешься на этой земле, то, скорее всего, ты невозрожденный человек. Ты живешь во грехе, ты пьешь грех, как в воду, и тебе все все равно. Ты не чувствуешь облегчения от Духа Святого, у тебя нет, как мы по-русски говорим, внутренних тормозов. Ты духовно мертвый человек. Для тебя грех – это норма жизни, и ты не чувствуешь даже плохо. Но если ты человек возрожденный, и Дух Святой живет в тебе, то ты всегда будешь сталкиваться в жизни своей, где у тебя будет искушение, где греховная твоя природа, где атаки дьявола будет тебя тянуть, сделать то, что Дух Святой, который живет в тебе, показывает, Дим, не надо, уходи, убегай, не говори это, не думай это, отказывайся от этого. То есть мы все проходим через искушение. И именно перед вечерей Господней, если мы не машинально принимаем, потому что можно в вечерях Господней вот так участвовать автоматически. Раз, два, раз, два. И ты не думаешь, не рассуждаешь о теле Господнем. Но если ты рассуждаешь о теле Господнем, я уверен, что вы, как и я, обязательно думаете о вещах, которые с вами случились в этом месяце. О ваших искушениях, о ваших падениях. Вы думаете об этом. И вот это называется рассуждать о теле Господнем и о своей жизни. И апостол Павел, чтобы нам понять контекст этого стиха, он говорит. Коринфянская церковь, которая была очень раз... Вот знаете, есть разные церкви и разные духовные состояния в церквях. И вот эта церковь, она была очень разболтанная церковь. У них было много проблем в этой церкви. И апостол Павел говорит Коринфянам, что когда человек хочет чего-то достигнуть в спорте, он смотрит за собой. Он себя ограничивает. Он старается себя контролировать, то, что он делает. То есть, идет наблюдение за собой. И потом он приводит пример Светхого Завета, с истории Израиля. Он говорит, что израильский народ, которых Бог вывел чудесным образом с Египта. Там были чудеса. Бог кормил их манной в пустыне. Он давал им воду в пустыне. И люди, которые испытали огромные чудеса в своей жизни, огромные благословения в своей жизни расслабились и упали в грех, упали в блуд, упали в видопоклонство. И потом Павел говорит, так и вы. Не думайте, что вы стоите. Не думайте, что вы христиане, вы возродились и что у вас не будет никаких искушений в жизни. Что все будет легко и просто. Потому что, как Израиль, хотя он испытал благословение и заботу Богу и особую близость с Богом и пил с одного же камня, который Христос и крещен был во Христа, как он параллель приводит, это не означает, что у вас потом не будет искушений и не будет падений. И он говорит, смотрите за собой. Смотрите за своей жизнью. Смотрите за своим состоянием. И вот здесь мы начинаем смотреть на этот стих. Павел говорит, вас постигло искушение не иное, как человеческое. Мне нравится, как Джон Квимси сказал, every temptation is an opportunity of our getting nearer to God. every temptation is our opportunity of getting nearer to God. То есть, каждое искушение это когда мы можем приблизиться к Богу. Мартин Лютер очень хорошо сказал, он сказал, my temptations have been my masters of divinity. Masters of divinity это духовное образование и он говорит, что люди хвастаются своими образованиями, ну я так, если правильно я понял его мысли, люди хвастаются своим образованием богословским, хотя он был очень образованный человек, но я хвастаюсь тем, что через какие я искушения прохожу и что я их прохожу. Вот твое христианство. Никакие у тебя образования, никакое у тебя служение, а через какие искушения ты проходишь? Не падаешь, а проходишь. Через что ты прошел свои жизни с Господом? Вот это сила. Я особо люблю с такими людьми беседовать и учиться от них, потому что многие могут написать книги, многие могут закончить богословское образование, это хорошо, многие могут начитаться комментарии библейских, но человек, который прошел с Богом. Вот это сила. Попробуй, дорогая молодежь, дорогие сегодня наше поколение, отсидеть в гулаге просто потому, что ты верующий. Попробуй. Тут свет отключает и мы начинаем жаловаться, что нам не нравится холодильник. Попробуй в гулаге твой ребенок плачет, рыдает, тебя отрывают и тебя возят, везут на поезде с преступники в Сибирь, в землю, где там люди умирают и ты сидишь годами и ты не теряешь веру. Ты другим говоришь о Христе и ты приходишь назад и ты видишь, как твои дети без тебя выросли. Попробуй. Победа над искушениями и какие искушения прошли мы, это является настоящим признаком нашего духовного состояния. То, что мы прошли с силой Божьей. И Павел говорит, вас постигло искушение не иное. Слово искушение, греческое слово, оно tricky, его трудно понять. Почему? Потому что оно имеет несколько значений. Сам греческий язык, он интересный язык. И одно слово может иметь несколько значений. Даже, я помню, когда мы учили, только начали звучать греческий язык, нам говорили, видишь, вот это одно слово, это целое предложение. То есть, оно в себе подразумевает целое предложение. Это очень такой интересный язык. И русский, кстати, вышел с него и много можно видеть, как сказать, то, что сходится. И слово искушение на греческом языке, если взять это слово и посмотреть, как оно используется в Новом Завете, то оно используется слово как искушение, как мы знаем, искушением зла, когда искушается человек грехом. И также мы видим, что это слово искушение используется как слово испытание. когда ты проходишь через определенное испытание, когда ты проходишь через определенную проверку в своей жизни. То есть, это слово имеет две стороны медали. Можно быть испытой, можно проходить через испытание, а можно проходить через искушение. И это всегда так в нашей жизни. Я привел к вам пример, потому что любое испытание может стать искушением ко греху. Я привел пример, что на той неделе я сижу и ко мне приходит месседж на WhatsApp. И месседж приходит от незнакомой женщины. Это испытание. То есть, я нигде не лез, я никуда не ходил, эта вещь пришла ко мне во время работы. Что я сделал, я стер. Но я себя начал интересоваться, а что это за женщина? Откуда она? А не поговорить мне с ней, а не открыть мне душу свою, а не узнать, кто она такая. Это уже становится испытание, превращается в искушение, потому что наша греховная природа начинает участвовать. искушение, когда твоя греховная природа начинает работать, активизироваться в твоей жизни. Господи, если ты мне пошлешь эту работу или эту карьеру, я буду служить тебе своими финансами. я знаю людей, которые нуждаются, я знаю миссионеров, которые нуждаются, я знаю церковь, служение, которое нуждается, я обещаю тебе. У нас проходит джоб-интервью, мы устраиваемся на работу, работа идет хорошо, бизнес идет хорошо, и в конце года с нами встречается начальник и говорит, ты знаешь, you do really good job, ты хороший работник, я очень рад, что я тебя нанял, вот твоя зарплата, а вот бонус за твою хорошую работу. И ты открываешь этот конверт и смотришь на бонус, и там огромная цифра. И ты вдруг начинаешь это испытание, потому что ты вспоминаешь, что когда-то перед интервью ты молился, что, Господи, если ты дашь мне хорошую работу, я буду тебе отдавать. Но теперь, когда ты смотришь на этот бонус, на эти деньги, и ты начинаешь думать, а мне нужно вот это купить, а мне нужно вот это купить, а мне нужно вот это, вот это, вот это. И теперь испытание становится искушением. Потому что наша греховная природа начинает проявлять такой грех есть по-английски greed, жадность. Итак, Павел говорит, что вас постигло искушение не иное, как человеческое. То есть с этого стиха мы можем увидеть одно. Первое, что искушение это норма христианской жизни. Искушение постигают всех. Все в своей жизни проходят через искушение. Быть искушенным не является грехом. Если в твоей жизни появилось искушение, это не грех. Дьявол посылает мысли, говорит человеку, ой, видишь, какой ты плохой, какие у тебя искушения, какое у тебя плохое духовное состояние. Когда появляется искушение в нашей жизни, это не грех. Грех, когда мы впадаем в эти искушения. Когда мы делаем то, чему наша греховная природа, чем дьявол искушает нас. Когда дьявол начинает искушать вещами, которые мы знаем, что это грех. Библия говорит, что даже сам Господь Иисус Христос был искушен. Евреям 4 глава 15 стих говорит, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем кроме греха». «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем кроме греха». Я когда читал раньше этот стих, я его не понимал. Я говорю, Господи, ну как ты можешь понять меня, мои грехи, если ты не грешил этими грехами? Я так честно с Богом говорил. Но ты же не знаешь, что такое сделать грех. Как ты можешь мне понять и как ты можешь мне помочь? Я хочу задать вопрос всем нам. Давайте мы представим, что есть молодая пара. Вот они женились. И в браке возникают трудности. Правильно? В браке есть трудности. Брак не всегда легко. Когда два грешных человека женятся и создают семью, не всегда легко. Потому что брак – это место освящения. Это где вы начинаете или притираться, или друг друга съедать. И вот у них появились трудности. И что они делают? Hello? Is this a divorce lawyer? Это лойер по разводу? Я хочу развестись со своим супругом или супругой. Что мне надо сделать для этого? Бем? И все. Суд. Первые два дня ребенок у мамы, вторые два дня ребенок у папы. Ребенок растет в таких ужасных ситуациях. Хотя ему покупают все на свете. Но мама с папой не живут. Потом у них появились другие бойфренды и геллфренды. То есть ребенок растет в полном mess. И вот одна семья. А сейчас я вам другую семью приведу пример. Женились. И у них трудности в браке. Но они с Божьей помощью научились решать эти трудности. Жизнь проходит, потом другие трудности. Жизнь проходит, потом третьи трудности. И так они в браке в 40 лет. Скажите мне, у кого, кто больше понимает силу искушения развода? Те, которые развелись после трех лет? Или которые развелись после 30 лет? Не развелись, которые после 30 лет. Которые все 30 лет сражались и побеждали свои разницы, свои трудности и сохранили семью вместе. Они не сделали развод. Они сохранили свой брак. Но кто понимает лучше силу искушения развода? Те, которые развелись после трех лет? или те, которые прожили 30 лет вместе, преодолевая все трудности и не развелись. Кто понимает эту силу лучше? Конечно, те, которые не сделали развод, которые противостояли разводу и многие годы противостояли этим искушениям, чтобы развелись. Вот они лучше всех понимают, что такое искушение развода. Некоторые люди в мире смеются, может, надо мной. Что ты, Дмитрий, ты в служении, ты не понимаешь проблемы, ты не понимаешь грехи. Что ты знаешь насчет порнографии? Вот мы знаем, мы знаем эту силу искушения, мы знаем это все. А ты что знаешь? Ты знаешь, ты живешь в другом мире. А теперь мне скажите, кто знает лучше силу искушения порнографии? Человек, который включил телефон и сразу это ему выскочило, и он начал это все делать? Или верующий мужчина, который годами противостоит этим искушениям и не дает, чтобы они вошли в его жизнь и в его душу? Кто знает силу порнографии искушения лучше? Подросток, молодой человек, или человек, который несколько лет у него телефон, или мужчина, который всю жизнь прожил и противостоял этому искушению, и не давал места? Кто лучше знает силу искушения? Кто лучше знает силу искушения? Мы, люди, которые согрешили, или Христос, который никогда не грешил и был искушаем во всем? Конечно, Иисус. Конечно, Иисус. И потому что он прошел вот это давление искушения, потому что он прошел через эти искушения, и в него написано, что ибо мы имеем не такого пересвящения, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем. Христос был искушен во всем, Библия говорит, кроме греха. Он прошел, и он победил. Человек знает силу искушения не тот, который падает в это искушение, а человек, который говорит нет секса перед браком. Я не буду иметь никакие интимные отношения, мы будем у нас в чистоте. Который говорит нет наркотикам, который говорит нет алкоголя, который говорит нет развратной жизни, который нет, говорит вещам, которые показывают на интернете развратные, и люди сидят. Те, которые смотрят, это очень легко впасть в это искушение, но те, которые противостоют этому, вот они по-настоящему знают силу искушения. А если ты делаешь грех, ты не знаешь силу искушения. Ты падаешь в это, и ты не понимаешь, насколько это сильно. Искушение является частью христианской жизни. Так что не надо говорить, что у вас нет искушений, не надо играть в игры, не надо сделать себя святого, потому что это не так. Мы все проходим через искушение, так говорит Библия, мы все грешные, и все мы, будучи возрожденными людьми, мы будем проходить через искушение. Это часть нашей христианской жизни. Проходить через искушение. Если наш Господь Иисус Христос, Святой Бог, на этой земле проходил искушение, то мы, Бог хочет, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа, значит, Он нас будет проводить через ту же самую школу. То мы тоже будем проходить через эти искушения в нашей жизни. Последнее, что я хочу сказать, в Библии написано, вас постигло искушение не иное, как человеческое. Дим, ну ты не понимаешь, вот это искушение, это особое, я, это, это, знаешь, это только я, у меня такое есть. Ты не понимаешь, ты не понимаешь, какая у меня проблема, и ты не понимаешь. Библия говорит, что все искушения человеческие. То есть, все искушения, которые проходят в твоей жизни, другие люди проходили. Ты не единственный, ты не единственная, все искушения человеческие, Библия говорит. Не сверхъестественные, которые только ангелы могут пройти, или только Иисус Христос может пройти. Павел говорит, что вас постигло не иное искушение, как человеческое. Один миссионер, будучи в Африке, узнал, что несколько людей, которые пришли к Богу через Него, они были как такие, ну, главные его помощники, основатели церкви, упали в блуд греха. И вот он с ними собрался, с этими людьми, мужчинами, говорит, что же, братья, случилось, что вы упали в блуд? Ты знаешь, они говорят этому миссионеру, он, это так написано было в этой истории, а вот мы, черные люди, у нас намного больше и к своей искушению блуда, чем у белых людей. Этот миссионер открыл Библию, открыл 1 Коронавирус 70 глава 13 стих и говорит, что здесь написано? Вас спастило не иное, как человеческое, не иное искушение, как только для белых и для черных, а все искушения человеческие, и все через них проходят белые, черные, и нету exceptions. Не надо себя делать жертву, не надо говорить, что ты особый или особая. Все эти искушения, которые в твоей жизни, они человеческие и они, ничего нету нового под небом и в твоей жизни, и они были в других людей в жизни. Сила искушения набирается, когда мы даем ему место. Когда ты, как Самсон, уже на коленях до Лиды, уже тогда, уже поздно. Понимаете? Когда ты уже на коленях у до Лиды, уже поздно. Самсону надо было противостать его искушениям за много времени раньше, но он относился очень легкомысленно, очень поверхностно. когда ты встречаешься с молодым парнем и вы в машине и он начинает к тебе просовывать руки и делать вещи, которые он не должен делать, извините, что я говорю открыто, потому что сегодня мы в таком время живем. и ты думаешь грех ли это или не грех, буду я ему давать это или не буду давать, это уже поздно. Ты должен или ты должна решить, что ты будешь хранить тебя в чистоте до всяких встреч, когда ты еще не в машине, когда еще ты ни с кем не встречаешься. Тогда ты должен уже решить, что до брака у меня будет все чисто и я не допозволю никакому парню просовывать руки ко мне. и я не буду ни на кого вешаться. У нас будет все чисто и свято. Но когда ты уже на коленях у Долиды, когда ты уже пропустил все вот эти вещи, которые предупреждения, тогда уже поздно. И вот сила искушения, она набирает обороты, когда человек потихоньку дает место. Так вот, как Самсон. А потом что происходит? Написано, остригли ему волосы, ослепили его, он даже не знал об этом. Остригли его, он знал, остригли его волосы, он даже не знал об этом. То есть, очень важно не давать места силы искушения. Вы знаете, сейчас сколько мест для искушений, даже вот сейчас знаменитый тик-так вот это, да, если я сейчас возьму вот это видео и начну показывать каналы, видео в церкви, вы скажите мне выключить, выключить, зачем ты эту нечисть показываешь? Да, там есть некоторые хороших вещей, но там много есть гадости. Понимаете? Еще если человек в этом смотрит, роется, ой, это плохой, я про скролл, ой, это плохой, я про скролл, а потом прекрасный день, он не будет уже скролл, она не будет скролл. Знаменитая программа Snapchat просто я работаю в этой сфере, я программист, я понимаю, как работает software, ее создали очень, не очень хорошие люди. Цель этой программы была создать, чтобы, когда ты посылаешь неприличные фотографии себя другому человеку, чтобы эти фотографии стирались и никто не мог иметь доступа. Это особенно было разработано для родителей, чтобы родители не могли следить за своими детьми, что они посылают, но это в какой-то степени была разработана программа с порнографическим наклонением. И сейчас до сих пор родители судят эту компанию за то, что они так разработали. А мы знаем, люди, которые работают с верью, что просто так software не разрабатываются. Кто-то сидел, кто это все запланировал и разработал это так. Но что многие люди не понимают, что когда они посылают фотографию другому человеку, эта фотография у них стирается, на другом телефоне она стирается, но эта фотография, они не проходят через компанию Database, базу данных, где она сохраняется, а там она не стирается. Они могут сказать, что она не стирается, но мы не знаем, что она с ними делает. И вот если ты сидишь на вот таких вещах, социальных мидиях, конечно, у тебя будут искушения, конечно, у тебя будут искушения, конечно, ты будешь падать в грех, потому что ты сидишь и кормишься, и к тебе приходит много искушений через видео. Но Библия говорит, что все искушения, они человеческие. И то, чем ты искушаешься, другие были искушаемы, может, в другой форме, но ты, они тоже были искушаемы. И в искушении тебе может помочь наш Господь Иисус Христос. И сегодня в следующий раз мы поговорим, какие практически шаги для того, чтобы побеждать искушение в нашей жизни. Но сегодня я хочу перед вечерей сказать, сегодня мы будем участвовать в вечере. только Иисус Христос понимает через искушение, которое ты проходишь. Ты думаешь, что Он не понимает? Но Он понимает, потому что Он устоял всем искушениям в Его жизни. И Он пришел в этот мир, пострадал на Голгофском кресте, чтобы ты имел победу над искушениями, чтобы ты не жил в рабстве, во грехе, в жизни, где сожаление, в жизни, где печаль, в жизни, где депрессия, в жизни, где ты боишься, что кто-то найдет, узнает о твоих секретных грехах, но чтобы ты жил свободной жизнью, полной радости, полной мира, полной победы над грехом. Иисус Христос пришел в этот мир, прошел вот эти все искушения, не согрешил, чтобы ты мог иметь победу над ними. Сегодня ты будешь молиться, мы все будем молиться, и мы будем молиться о наших искушениях, и мы будем молиться о наших падениях, и мы будем просить Господа, чтобы Он дал нам силы побеждать эти искушения, потому что Он может это сделать. Аминь? Аминь. Давайте мы помолимся, у кого есть желание, я в конце. Дорогой Господь, я благодарю, что у нас есть ты пересвященник, как ты Библия говоришь, который может сострадать нам, который понимает и знает силу искушения нашей жизни. И мы благодарны, что ты победил эту силу, и теперь хочешь, чтобы мы испытывали ту же победу, ты хочешь нам дать эту победу, ты хочешь, чтобы мы побеждали через кровь Христа, через Голговский крест, вот эти искушения, которые у нас есть. Я прошу, помоги нам это делать. Мы благодарны за жертву Твою. Мы просим, Господь, дай нам силы, дай нам милости, дай нам благодати, Господь, чтобы Твоей силой мы могли побеждать, Господь, все искушения, которые в нашей жизни. Прошу все это во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Продолжение следует...